Привет, друзья! Вы на канале Крипто-Столица, меня зовут Катерина. Давайте поговорим о биткоине. Типа еще недавно он был 40, потом еще недавно он был 29-30, и просто раз, и в один прекрасный момент он падает ниже 22. Сейчас немножко аналитики от Кати, вы хотите верьте, хотите нет, но я предскажу, что будет с ним в ближайшее время. Все мы знаем, какой сейчас коллапс этого пресловутого биткоина происходит в мире. Посмотреть на тот же самый Сальвадор, который закупали, вы помните, да, по какому курсу, по 60, по 50. И сейчас этой маленькой стране предсказывают кризис, коллапс, и в то же время президент Сальвадора закупается еще биткоином на вот этом вот дне. Или вот, например, MicroStrategy, все знают, да, такую компанию. Смотрите, у них минус, ну, наверное, больше, чем миллиард они ушли. Вот они, кстати, являются одними из самых крупных держателей биткоинов, и они от них не избавляются, все нормально, ждут. Вот в этом падении 14 июня под постом Энтони Пампулиано, некий Илон Маск, мы все его знаем по несостоявшейся пока покупке Твиттера, Тесле и космических кораблях, прокомментировал твит этого Энтони Пампулиано, что он, Маск, настроен по-быщему по отношению к биткоину. Маск пытается пампить не только Твиттер, но и биткоин. Еще у нас капитализация крипты в целом упала в три раза. Было где-то 3 триллиона, и сейчас где-то один. Но, тем не менее, рынок весьма активен. Например, недавно я со своим Степаном опять стреваю, да, я решила продать все свои кристаллы, которые мне выпадали из сундуков. Так вот, я выставляла по средним ценам, и я могу вам сказать, что они улетали за пару минут. Ну и напоследок я хочу вам рассказать про один индикатор, который вы все, наверное, знаете, индикатор RSI. И вот он как раз-таки находится сейчас на самом низком уровне за всю историю биткоина. Даже ниже, чем когда падал, помните, биткоин в 18-м году и в 20-м, после ситуации с ковидом во всем мире. Ну, из-за того, что индикатор низкий, мы все понимаем, что это показывает уровень его перепроданности, биткоина в смысле. Ну и понятное дело, что многие криптоаналитики считают. Я это не свое мнение выражаю. Я сейчас рассказываю про то, что говорят умные люди, а не блондинка из Дубая. Что это очень хорошая точка входа, и сейчас будет такой нормальный разворот наверх. Никто не говорит, что это будет прямо сейчас, вот завтра биткоин полетит обратно до 60. Нет, скорее всего, скорее всего, я склонна верить этому мнению, что он сейчас еще упадет до 19, то есть мы увидим какое-то более низкое значение, и потом вот он как раз-таки начнет расти. Когда это будет, ну, типа, надеемся в ближайшее время, вот, надеемся, что это будет к сентябрю. Ну, мне кажется, что это будет к сентябрю. Я полагаюсь на свою женскую интуицию, я полагаюсь на свой опыт, и мне кажется, что это уже где-то будет к сентябрю, мы уже увидим какой-то отскок наверх. Хотя, если посмотреть на уже историю, скажем так, падения роста, то все идет к тому, что рост будет в течение двух лет, потому что, что мы вспоминаем, там, 18-й год, 20-й, оно же не вырастало мгновенно, оно все вырастало вот за два года. Так что холдим, свои сбережения прячем от себя подальше, чтобы вот этими шаловливыми ручками случайно туда не залезть и не достать их, вот самый неподходящий момент, и просто думаем, на чем мы еще можем заработать, может быть, мы как-то можем заработать на низе рынка. Короче, не дергаемся, ребят, спокойно выжидаем. В конце концов, через два года нам эти деньги будут так же нужны, как и сейчас. Не спешите покупать ламборгини, подождите. С вами была Катерина, всем привет из Дубая и до скорых встреч. Пока!